Итак, продолжаем доклад на тему автоматизации управления объектами в Active Directory Domain Server Oasis в Microsoft Windows Server 1008. Только что мы посмотрели, как работает Windows PowerShell, как его поставить. Теперь разберем сценарий Windows PowerShell. Собственно, как только вы разделите всем широкое сценарии, PowerShell сразу, в отличие от предыдущего слайда, примет человеческое имя. Ну, человеческий вид, если так можно сказать. Итак, Windows PowerShell. Здесь все очистим. Как делать сценарий? Все очень просто. Берете какую-нибудь команду, например, ту, что мы вводили только что. Давайте уберем пользователь подразделения. Он нам больше не нужен. И эту команду, которую мы вводили, сохраняем. Назовем ее, например, PowerShell ADD Icarry PS1. Это, собственно, формат сценария в PowerShell. Сохраняем. Собственно, все. Теперь можно было бы и выполнить сценарий. Давайте перейдем в Nerve PowerShell. Собственно, можно попробовать выполнить сценарий. Трайли валит, так как выполнение сценариев запрещено. Собственно, да. Это и есть основное. Чтобы сценарий можно было делать, необходимо всего лишь один раз разрешить такую политику. Можно сделать ее несколькими средствами. Ну, я вот привык к такому. Опечаточка. Все, выполнилось. Пробуем еще раз сценарий. Сценарий тоже выполнился. Соответственно, в активе директора пользователя компьютера мы видим нашего Sinti Icarry. Ну, да, так, конечно, удобней. Но где же, собственно, все чудеса PowerShell? Давайте попробуем посмотреть на другой сценарий, который был сделан заранее. Вот такой вот. Собственно, сюда можно забивать все, что угодно. Давайте попробуем выполнить этот сценарий. То есть посмотрим, как он сработает. Для начала удалим нашего пользователя. Так. Забываю, что Droid Bale больше нет. И выполним Icarry Full. Все, выполнилось успешно. Есть обратно внимание, гораздо быстрее, чем в командной строке. Но это еще не рекорд скорости. Обновляем, смотрим. Появился Icarry Sinzi. И в свойствах у него уже есть куча вещей. Вот, например, описание пайлотов EVO 01. Давайте посмотрим, как оно выглядело в сценарии. Description. Ну, в принципе, догадаться можно. Но вот, если честно, я этих названий вообще отрадеясь не знал. Как я их сюда добавляю? Давайте посмотрим. Например, делаю какой-то стандартный сценарий для какого-то пользователя. И хочу, чтобы, скажем, у пользователя заполнялась электронная почта, например. Как это сделать? Набиваю электронную почту в кучу единиц. Затем отобразим дополнительные компоненты. Снова заходим в свойства. Видим эти единицы. Видим, что с дополнительными компонентами у нас стало атрибутов больше. Заходим в редактор атрибутов и отыскиваем, где же наши единицы. Ага, вот и единицы. Все, запомнили. Свойство называется mail. Отлично. Заходим в наш сценарий. Забиваем все в put. Свойство будет mail. И зададим что-нибудь типа Как-нибудь вот так вот. Сохраняем Icarifull. Давайте удалим пользователя, чтобы не было ошибок. И снова выполним Icarifull. Все выполнилось. Заходим в пользователь компьютера, обновляем. И смотрим. Собственно, общие. Ничего не изменилось. Просто нужно было обновить. Предыдущая версия была уже открыта. Нужно просто не забывать закрывать за собой окошки. Еще одна попытка для того, чтобы все работает. Заходим, видим. Точно так же будет передаваться абсолютно любые атрибуты. Это очень удобно. Собственно, как я это использую. Я создаю сценарий отдельно для каждого из типов пользователей. Собственно, есть менеджеры, например. У меня есть, скажем, операторы. У меня есть, например, какие-то руководители среднего звена. То есть для каждого создается отдельный сценарий. И при добавлении или удалении, редактировании я сценарий выполняю. То есть, собственно, можно добавлять и по нескольку человек за раз. Давайте попробуем. Есть специальный сценарий. Это вот три пользователя сразу создается. Давайте попробуем сделать это. Выполняем. Видим, что сет инфо не может быть выполнен, так как пилот, на самом деле, мы знаем, что он есть. Ну, вот можно писать, там, PS1, 17-й знак, то есть, в нашем файле, где впервые он ошибается, но вот ошибается на сет инфо, на, собственно, завершение и создание пользователя. Давайте посмотрим. Ну, вот остальные два пользователя были созданы вполне успешно. Так. Собственно, что касается сценария в PowerShell, то есть здесь не знаю, что сказать. Можно сказать, что точно так же, если есть необходимость какой-то группе пользователей добавить какой-то атрибут, то за счет массы средств, которые вложены в PowerShell, ну, это достаточно легко сделать, гораздо легче, чем, скажем, 50 пользователям вы будете заходить в свойства и менять что-то одно на другое. Например, если вам потребуется создать 50 пользователей и с кучей атрибутов каждого, то атрибуты, мне кажется, копированием в блокноте гораздо проще сделать. Ну, собственно, по сценариям PowerShell это все. Дальше мы рассмотрим веб-скрипт и посравниваем его с PowerShell, оценим плюс и минус.